всем привет буквально пару слов о красноярске один из красивейших городов россии замечательный заповедник красноярские столбы там вот сама природа создавала вот эти вот каменные извояния и чтобы на картинках это просто посмотреть можно но когда приезжаешь туда и ходишь среди этих камней среди этих столбов огромных высоких чувствуешь себя действительно блин елки-палки не царем природы или например отличнейшая архитектура прекрасные памятники архитектуры чего стоит только один красноярский краеведческий музей там есть такие экспонаты которых в других городах даже в столичных вряд ли где встретишь люди именно вот что хотелось сказать о людях намного добрее намного отзывчивее чем в той же самой москве или санкт-петербурге или еще где-нибудь действительно в красноярске люди открытые открытые что вот интересно когда идешь по улицам города то действительно если заблудился или не знаешь куда пойти или что-то посмотреть любого остановишь не важно молодой человек или пожилой они ведут себя довольно культурно и вежливо с тобой и могут показать и рассказать как пройти куда-то куда ты хотел допустим действительно кто в красноярске не был приезжайте смотрите но к сожалению даже в таких красивых городах замечательных городах как красноярске или еще какие-то другие города есть увы маленькие черные пятнышки и вот об одном таком пятнышке находящимся в красноярске я хотел бы сейчас немножечко рассказать это пятнышко столкнулась со мной на ю тубе несколько лет назад в тематике восточных единоборств это пятнышко позиционировала себя как гранд мастера венчун тренера по джиткундо тренера по боксу человека занимающегося с детства восточными единоборствами якобы проходившего обучение у какого-то там спецназовца который запретил ему называть его имя открыто людям потому что у спецназовца могут возникнуть проблемы с патриархами в китае которые обучали его супер секретному смертельному боевому искусству и вот это пятнышко переметнулась просто в лагерь тех людей которые высказывались против меня в тематике карате к чему все сводилось люди не привыкшие нигде заниматься ничему не научившиеся но прочитавшие одну другую книжку по тому же самому карате пытались позиционировать себя как мастера как тренера как эксперты восточных единоборств и естественно пытались меня в этом унизить некоторые из них просто-напросто воровали видео у меня на канале выкладывали у себя обзывали унижали меня пытались как-то оскорбить сначала я реагировал на них потом понял что этого делать не стоит потому что как есть в одном хорошем высказывании когда человек идет к своей цели по дороге слева и справа все равно найдутся под забором шавки которые будут на него лаять если человек будет каждый раз останавливаться и пытаться усмирить одну или другую шавку он никогда не придет к своей цели и несколько лет назад я просто-напросто закончил обращать внимание на вот этих вот идиотов на этих упырей и кстати об этом пятнышке это пятнышко под многими видео которые воровались у меня на канале и выкладывались у других дурилок на их каналах в социальных сетях принимал участие в коллективном оскорблении моей личности ну тогда я просто взял и сказал да упырь ты вот ты кто и вот его это видно так кровно задело что он до сих пор не может успокоиться вот уже сколько лет он считает что я незаслуженно назвал его упрем и последнее что он сказал буквально пару дней назад вот можете посмотреть сами на этот комментарий он написал в комментарии назвав меня и еще одного человека моего товарища двумя дебилами к чему сводилась суть этого комментария кто-то написал ему что вот один из нас но мне до него никакого дела нет я его видео не смотрю и канала его не смотрю мне просто прислали ссылку посмотри что делает вот этот вот дурилка мы обсудили на канале моего знакомого вот эти вот его видео вот эти вот попытки показать себя позиционировать себя как гранд-мастера винчун как тренера по джеткундо мы высказали свое мнение реальное мнение без приукрашиваний без оскорблений я написал что лучше бы он в свои 40 с лишним лет действительно пошел куда-то тренироваться заниматься чем страдал бы такой фигней у него взгляд потерянного человека и вот этот человек это пятнышко скажем так дико на меня обиделась и решила меня в который раз опять обозвать ну теперь конкретно по этому человеку он никогда нигде ничем не занимался абсолютно нигде ничем не занимался может быть где-то что-то ухватил на начальных азах потому что то как он двигается даже перед зеркалом снимая это на видео выкладывая у себя на канале никакой техникой тем более того же винчуна будь то линия ипмана или линия чондухвана или блин отделение хушимина ни на что это не похоже я ему это говорил раньше говорил позже и повторяю сейчас шура лучше бы ты куда-нибудь пошел тренироваться лучше ты чем-нибудь занялся действительно достойным чем позорился вот так вот в интернете даже вот то что он делает у себя на заводе опять можете посмотреть у него на канале у этого товарища из красноярска но товарищ ему вряд ли назовешь потому что таких людишек товарищами называют это скорее всего мерзавцы мерзавцы которые не заслуживают того чтобы вообще на них обращали внимание ну раз я обратил внимание значит нужно было нужно было даже тот удар малаша гери боковой удар он выполняет настолько криво настолько коряво что даже на это больно смотреть нормальному человеку действительно занимающемуся пусть карате или это и квандо или кунг-фу больно смотреть на вот эту вот показушность на вот эту вот попытку произвести впечатление на кого-то почему люди подписываются на такие каналы да вот я вам объясню почему человек на работе полностью стрессе начальство допустим поругалась ним накричали где-то кто-то накосячил ошибки перевернули этого человека человек приходит домой уставший разбитый включает компьютер или вот телевизор сейчас у всех смарт тв сейчас модно включить через телевизор youtube и смотреть там и вот включает youtube и смотрит некое пятнышко такое вот серое пятнышко с запахом серого водорода позиционирующие себя как гранд-мастера винчун бьет по мешку с каким-то мусором свой кривой моважей и вот человек посмотрел один раз посмотрел второе все он начинает смеяться у него поднимается настроение и вот думает елки-палки это еще что за деградант блин и поэтому и подписывается человек чтобы смеяться с такого вот ушлепка который ни хрена не умеет но выставляет себя как знатока я честно сказать не учитель в школе который должен и пытается своим добром и жизненным опытом достучаться до сознания отпрысков пришедших получать знания с мерзавцами с гадостью с грязью нужно разговаривать именно их языком их манерой ведения разговора потому что пока мерзавец с вами разговаривает как с мерзавцем вы человек культурный разговариваете с ним культурно ища хоть какое-то зерно здравого смысла в его голове чтобы достучаться до этого здравого смысла и поставить его грубо говоря на место мерзавцу только это и нужно он будет вас и дальше оскорблять он будет дальше вас обзывать унижать и будет считать себя круче чем вы поэтому с мерзавцами с говном с тварями нужно разговаривать именно их языком вот этот вот товарищ как он там себя как его зовут саша афанасьев позиционирующий себя как буддист к шатри как я уже говорил гранд мастер винчун тренер по джиткундо чуть ли не тренер по боксу по факту вот я сейчас я знаю что он сидит у меня на канале постоянно я знаю что он дню это ночует он смотрит все мои видео от и до и ставит свои дизлайки в надежде на то что меня это обидит что я как-то обращу на него внимание вот сейчас я обратил на тебя внимание потому что мне у меня вынудили это сделать мне прислали этот твой комментарий в котором ты обзываешь меня дебилом ты вообще придурок ты ушлепок несчастный ты вообще понимаешь что мне на тебя наплевать я вообще даже ты не интересуюсь тем где ты живешь как ты живешь с кем ты живешь может быть ты сам живешь фиг тебя знает но но ты сам себя в зеркало видел хотя бы саша ты хоть себя в зеркало видел один раз вот стой вот идиотской техникой твоего якобы винчуна который ты выполняешь ты посмотри на свой взгляд он же у тебя пустой отрешенные глаза ты не соображаешь ничего что ты делаешь но ты пытаешься выставлять себя как тренера по восточным единоборствам но позор елки-палки позор закрой в очередной раз свой канал и больше не суйся сюда елки блин наш на ютубе на ютубе действительно полно людей которые приходят туда как найти отдушину высказать свое мнение о ком-то или показать что-то но если у тебя есть что показать показывай наоборот люди будут смотреть людям будет это нравится но когда человек ведет себя действительно неадекватно то это настораживает это настораживает а все ли у человека в порядке с головой пару лет назад я у себя на канале показывал видео как я с разворота ударом ноги открываю крышку на бутылке открыл нормально открыл потом было у меня видео как я точно также закрываю другим ударом закрываю крышку на бутылке беру бутылку переворачиваю вода не вытекает так вот видно этот это пятнышко вот этот сероводородные из красноярска видно это пятнышко попыталась сделать такой трюк но у него ни хрена не получилось и тогда он придумал другое чем сказал он чем бить просто так тупо ногой по бутылке проще от тренировать свои ягодицы для этого он сказал нужно сесть голой жопой на бутылку поднять ее задницы и стоять так пять минут это он сказал да это он сказал я вот тогда подумал ты дурак или как ты дурак потому что нормальный человек адекватный здравомыслящий вообще нормальный человек имеющего какое-то отношение к восточными роста или не имеющих такого никогда не скажет такое скажет только дебил дебил который считает других дебилами вокруг себя он не видит себя он не замечает своего дебилизма он считает что другие вокруг него дебилы то есть когда кто-то не может понять вас он не винит в этом свою безграмотность он винит в этом вас самих называя вас идиотами вот точно так же с этим вот идиотом и из красноярска он не понимая того что он видит не понимая того что ему говорят автоматически переходит на оскорбление этого человека ну а как о чем можно вообще говорить о каком развитии интеллектуальном или вообще блин умственно можно разговаривать с этим человеком если он тогда он смотрит на вас с экрана пусть телефона смартфона вашего телевизора или компьютер он смотрит и вы видите что у него пустой взгляд вот пустой взгляд как у дебила как у имбецила о чем можно с таким идиотом разговаривать поэтому я просто так вот сейчас вот спокойно без без таких вот грубых вот оскорблений в его адрес сказал свою право свое мнение о нем сказал правду это действительно правда и тут ничего не вырваны из контекста никакой лжи нету я просто сказал то что я думаю об этом человеке а решать прав я или не прав не мне и не вам но этот человек я прекрасно знаю что он смотрит это видео прекрасно знаю что будет психовать будет надрываться будет у себя на канале создавать сейчас одно за другим видео вот есть какой-то там уж лёбок живет я не скажу в какой стране европы я не скажу в какой машине езжу и тебе страшно сказать в какой стране я живу потому что ты идиот тупой афоня вот такое вот маленькое видео отступление от основного контента моего канала но таких видео больше не будет потому что у каждого из нас есть свой путь у каждого из нас есть своя цель и если мы на пути к нашей цели будем обращать внимание на каких-то у тырков гавкающих на нас из-под забора мы никогда не придем к нашей цели всем удачи пока